всем привет и добро пожаловать в этот субботний выпуск и ньюсблока крипто на канале крипто комманс как ты сам уже понял дорогой зритель на этой неделе выпуски происходят в смещенном графике поэтому завершающий эту неделю ньюсблок выходит не в пятницу а в субботу но несмотря на то что сегодня выходной день для команды крипто комманс такого понятия не существует потому что мы знаем что ты дорогой зритель всегда должен оставаться в курсе происходящего в мире крипто поэтому и сегодня мы для тебя подготовили выжимку из самого важного интересного произошедшего за последние пару дней и это все потому что мы тебя очень любим и ценим и если это взаимно отблагодари наши труды поставив под видео лайк и подписавшись на наш канал ну а насчет твоего бесценного комментария ты и сам все прекрасно знаешь и так сегодня в выпуске binance и сек движутся к успешной развязки в своем судебном разбирательстве особое мнение почему крипто это плохо объясняет президент better markets на bloomberg tv скелет в шкафу новые подробности стали известны в споре сек против ripple о бывшем председателе регулятора хинмане и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рыночной ситуации вместе с джорджем тангом более известным как ведущим канала крипто зарос оставайтесь с нами и так binance binance юс и чемпион джао разрешают все в споры предварительных дебатах секс сша вот что будет дальше судя по материалам суда стороны согласились что у них нет преград для вынесения судебного решения стороны продолжают встречаться и обсуждать нерешенные вопросы надеясь на их решение без вмешательства суда говорится в совместном заявлении о состоянии дел все кабинанс планируют двигаться по правилу 30 b6 ближайшие 4-6 недель это может быстро и эффективно выявить соответствующих свидетелей и необходимые документы чтобы прояснить нарушала ли binance какие-либо законы и необходимость наложения штрафа важность этой новости заключается в ее скрытом позитиве ведь достижение договоренностей сторон означает отсутствие скрытых и нерешенных проблем которые в дальнейшем могли бы вылиться в катастрофические последствия в том числе и для рынка это буквально как тяжелый диагноз который сначала наносит шок но найденное лечение которое приводит к выздоровлению этот негатив нивелирует и при условии того что binance по-прежнему остается крупнейший крипто биржей во всем мире можно сделать выводы что потрясение огромного масштаба нам по крайней мере сейчас ожидать не стоит но очень важно понимать следующее речь идет про проблема с binance поэтому даже если здесь все будет в порядке это не гарантирует отсутствие каких-либо других масштабных проблем в крипто пространстве поэтому соблюдай осторожность и не пропускай новостные выпуски ньюс блока крипто на канале крипто комманс продолжает наш сегодняшний выпуск выдержка из интервью на блумберг тв генерального директора и президента компании better markets дэнниса келлера где он объясняет почему крипто это плохо ведь ты знаешь дорогой зритель что для того чтобы не быть предвзятым очень важно придерживаться не слепо только лишь одной точки зрения а слушать и понимать разные стороны только на основании этой информации можно принять самостоятельное решение о том кто прав в большей степени а кто в меньшей и где на самом деле находится истина и именно для того чтобы максимально оставаться объективным мы предоставляем и такие высказывания так что давай послушаем и дэнис ранее ты называл крипто индустрии беззакония и мне вот интересно на твой взгляд существуют ли какие либо хорошие применения в настоящий момент для крипто что что не должен прислушиваться к моему мнению потому что она объективно верная у них было 14 лет чтобы прийти к законному социально полезным использованию но они этого не сделали крипты использовались только для безумного спекулирования азартных игр является предпочтительным финансовым инструментом для криминала по всему миру отмывание денег уход от налогов выкупы нарко терроризм сексуальный трафик мы это видим ежедневно это не мое лишь мнение это объективные факты у крипто нет никаких законных применений . полный стоп это выглядит как будто всех этих инвесторов сосал этот финансовый продукт а мое мнение является мнением многих вы не можете с помощью крипто проводить со скидками кэшфлоу вы не можете получать прибыли которые происходят во всех остальных инвестициях и этот конкретный финансовый продукт вообще на них никак не похож это все является одним большим красным флагом это скоро все закончится и разойдется по своим домам крипто крах неизбежен дэннис когда ты смотришь на крипто и видишь сколько много внимания она к себе притягивает что происходит среди конгрессменов в вашингтоне когда ты смотришь на то что происходит министерстве юстиции а также эти рекордные штрафы то думаешь ли ты что какая-то часть внимания была забрана у индустрии традиционных финансов для того чтобы сосредоточиться на крипто и думаешь ли ты что это внимание обосновано что ж с аналитой права произошло разделение внимание ресурсов а также времени со вниманием на крипто из-за широкого распространения крупномасштабного нарушения закона а регуляторы и прокуроры обязательно должны с этим разобраться когда целая индустрия нарушает законы так повсеместно и часто как происходит в крипто но также ты права в том что это является разделением ресурсов от других действий прокуроров и регуляторов с этим нелегальным поведением и также криминальным поведением а у них и ресурсы и время являются ограниченными у прокуроров и у регуляторов бюджеты являются ограниченными у крипто же похоже бюджеты совершенно безграничны и проблема в том что хищническое поведение естественно создает невероятные объемы выручки но если мы вернемся к началу индустрия является беззаконной это единственная индустрия которая приходит мне на ум которая берет и заявляет что она не подчиняется никаким законам законы ценных бумаг не не относятся законы о товарах не не относятся и по сути она заявляет прокурором и регулятором что поймай меня если можешь что по сути является пиздец каким нарушением закона что ж дорогой зритель в долгие обсуждения и дебаты здесь вступать я не намерен скажу лишь одно что в подходе к денежно-финансовой политики пожалуй большинства государств находится масса нарушений злоупотреблений и неподобающего поведения самым ярким примером можно привести инфляцию которую зачастую государства выпускают из-под контроля просто беря и печатая дополнительные объемы нужным их денег дальнейшие же выводы дорогой зритель делай сам идем дальше в деле ripple против всех начались горячие дебаты по поводу этичности поведения уильяма хинмана продолжающиеся судебная тяжба между ripple apps и комиссии по ценным бумагам и биржам сша сек продолжает вызывать вопросы среди крипто сообщества в отношении бывшего главы сек уильяма хинмана марк фагель бывший сотрудник сек поднял вопрос о надежности нормативной базы предложенный хинманом кроме того существуют опасения по поводу возможного наличия конфликта интересов и подталкивания рынка в сторону эфириум и от xrp недавно известный эксперт по правовым вопросам джереми хоган осудил инициативы сек в отношении ripple apps обратив внимание на требования регулятора о штрафе в 2 миллиарда долларов хоган возмутился заявив что такой штраф может заставить ripple продать много токенов xrp что в свою очередь приведет к ущербу розничных инвесторов из-за цен на токен xrp хоган поставил под сомнение приверженность сек защите розничных акционеров заявив что предполагаемое перераспределение штрафа может оказаться в пользу институциональных инвесторов в основном за счет индивидуальных подобная критика со стороны хогана заставляет сообщество xrp задуматься интерпретируют ли они действия сек как защиту своих интересов или как работу против них дорогой зритель что здесь можно сказать открытость прозрачность и понимание намерений вот основные критерии которым должен руководствоваться регулятор такой как сек но давай посмотрим что на самом деле делает сек запутывание отсутствие всяческих ответов на прямые понятные вопросы постоянные и огромные штрафы и полное отсутствие каких-либо объяснений о том как сам регулятор интерпретирует крипто проекты но в данной новости есть еще один очень важный элемент ты помнишь как председатель гарри генслер выступал против публикации содержание так называемых писем хинмана то время это интерпретировалась как боязнь гарри генслера того что письма прольют свет на то каким образом к своим решением подходит регулятор отчасти это так и произошло но похоже что на самом деле эти письма предоставили зацепки для сообщества а также для юристов по которым и к регулятору могут появиться все больше вопросов и в конечном итоге претензий в любом случае я очень надеюсь что уже в скором будущем поднимающиеся все острее и острее споры и проблемы с этим регулятором начнут разрешаться по крайней мере один из них а конкретнее с рипл лапс уже в ближайшие месяцы подойдет к своему решающему финалу и завершает наш сегодняшний news блок крипто анализ рынка от джорджа танго всем известного как ведущего канала крипто зарос джордж нам расскажет о ситуации с и тиф за кулисными движениями а также сравнение с историей расскажет что нам ожидать в будущем джордж тебе слово что ж буквально буквально каждый и абсолютно каждый испытывая фома включается в гонку по предложению идти своим клиентам теперь это морган стэнли имеющий в управлении полтора триллиона долларов вчера сообщил что они а также юбис который является также огромным банком сообщил что вчера они включились в гонку по предложению идти и ф что ж они хотят начать зарабатывать деньги путем хранения тиф от крупных управляющих активами но это еще не все морган стэнли теперь включается в гонку по предложению своего собственного и тиф они начинают предложение своим своим клиентам и менеджерам по управлению активами по всему миру ну то есть буквально каждый банк на планете в настоящее время на волне фома пытается войти в биткоин такова сейчас реальность ведь как только они окажутся на обочине они осознают что сделали ошибку они понимают что bitcoin это sns а продолжит расти становиться все более сильным и более распространенным по всему миру и те кто не приняли биткоин окажутся вне этого праздника и потерпит неудачу и это является причиной почему сейчас каждый банк включается в гонку и даже целые страны смотрите австралийский монохром запускает свой спот биткойн и те через два месяца мы знаем что гонконг уже запустил свой спот и тиф теперь австралия и также многие другие страны повторюсь управляющие фондами банки институционалы они не хотят оказаться за пределами этой игры и эта ситуация вся пришла к тому что при наличии такого количества фомо а также волнение на тему о том а где мы достанем наш биткоин привели к тому что теперь они напрямую обращаются к майнерам майнер ход это которых недавно рассказывали в ньюсблоке ребята на крипто комманс сообщили что сейчас они получают звонки от они получают обращение от этих всех банков напрямую в которых банки спрашивают о возможности отиси покупок вы только подумайте это ведь непосредственно история о спорте предложение когда предложение становится недостаточно в отличие от всего остального биткоин ограничен эти ребята понимают где они будут доставать свой биткоина они ведь не хотят сильно влиять на цену поэтому не идут покупать на споте у coinbase это последнее ведь что они хотят сделать поэтому они пытаются охотиться на на все эти компании у которых есть в наличии непосредственно реальный bitcoin и пытаются сделать сделки у тисе но умным шагом будет для всех этих майнеров и компаний а также coinbase простом ответе нет никаких отиси вот вам ноль хотите купить идите на мою спот платформу регистрируйтесь в coinbase и покупайте на 100 миллионов долларов ясно вот что им всем необходимо сделать никаких отиси вот такие дела и такова реальность это фомо вот почему она усиливается я знаю что многие из вас ребята об этом не думали вы смотрите на сегодняшние цены и думаете о чем ты говоришь как это возможно но знаете что эти ребята ведут свои дела за сценой этому следует уделять огромное внимание и важно понимать что на самом деле происходит за сценой важно понимать что bitcoin заряжен на взрыв он заряжен двигаться вверх намного выше а также очень скоро очень и очень скоро джордж держи пятюню ведь проинформирован значит вооружен но даже в этом раскладе всегда важно иметь план b кстати если ты еще не смотрел перевод самого свежего выпуска аналитики от плана b то немедленно это сделай прямо сейчас много интересной и полезной информации в довольно коротком видео с качественным переводом и на этом дорогой зритель я с тобой прощаюсь как и всегда я желаю тебе отличного трейдинга замечательного вечера и если тебе этот выпуск понравился поставь под ним лайк и отблагодари криптокоманс подпиской на наш канал ну а мы с тобой увидимся в следующем выпуске пока